Доброго времени суток, зритель! Приветствую тебя снова на канале, где продолжается прохождение игры Dark Souls. Главным героем которого является Сирано. И в предыдущей серии Сирано столкнулся с темным духом рыцарем Кирком. Из этого столкновения он вышел не самым лучшим образом. Так что расскажи нам Сирано теперь, как же это у тебя получилось-то. Не знает он. А кто знать будет, а? Сирано. Вот, все, застеснялся, отвернулся. Ну, если говорить серьезно, то действительно это было немножечко неожиданное приключение. И, просмотрев запись этого приключения, я убедился в том, что на самом деле было сделано масса ошибок. То есть, сам по себе этот темный дух был достаточно несложным. То есть, очевидно, это был компьютерный персонаж, это был не другой игрок. Ну, в первую очередь, я так думаю, потому что его имя было написано Кириллицей, а другой игрок наверняка писал бы свое имя латиницей, то есть на английском языке. И он действовал совершенно не как живой персонаж. Я думаю, что живой игрок навалял бы нам Сирано гораздо быстрее и гораздо интереснее. Собственно, поражение Сирано в этом бою, это была целиком и полностью ошибка самого Сирано. Но он слишком необдуманно действовал, видимо, от неожиданности. Он совершенно не следил за своей стаминой, которая очень быстро просела, и это стало абсолютно фатальным. Ну что ж, урок принят, выводы сделаны, и мы продолжаем это прохождение. Но мы начнем это прохождение не с того, что побежим туда в надежде встретить этого рыцаря Кирка еще раз и отомстить ему, а мы предварительно немножечко вернемся назад по этой локации, потому что нам подсказали, что не прыгнув в ту темную дыру, которая была спрятана за бочками у мясника, мы совершили фатальную ошибку. Ну, может быть, не фатальную, но все-таки ошибку. Надо было туда прыгнуть, сказали нам, и мы не знаем почему, но посмотреть интересно. Хотя не исключено, что нас все равно просто кто-то разыгрывает, ничего хорошего в этом прыжке не будет, точнее, ничем хорошим этот прыжок не закончится. Но что ж, посмотрим. Посмотрим. Но прежде чем мы туда кинемся обратно, хочется выманить вот этого мужичка с факелом. Давай, давай, мужичок, двигайся к нам. Давай, давай, давай. Быстрее, не тяни время. Зрителю скучно. Ну и самое главное, это то, что назад нужно бежать вот под этими слизняками, свисающими с потолка и вот этими слизистыми массами, которые волнуются там таким противным образом. Ранее, проходя сюда, мы все равно сбивали их стрелами. Сейчас стрел осталось крайне мало, тратить последние стрелы не хочется. Заполучить здесь новый набор стрел вряд ли получится, поэтому мы все равно попробуем просто скинуться и с разбегу пробежать быстро, чтобы ни один из этих слизняков не успел свалиться все равно на голову. Ну, благо, что костер рядом. Единственное, что печалит, это то, что там, на месте схватки с этим кирком, остались души, если не ошибаюсь, около 8 тысяч душ, осталась человечность. Будет очень жалко их потерять, но кто не рискует, тот не играет в Dark Souls. Ну или кто не готов рисковать, тот просто не должен играть в эту игру. С Богом все равно. Спринт! Что, ни один не шмякнется на нас? Что ж, пробежали, пробежали очень удачно. Здесь должен быть еще один, но в прошлый раз он падал нам на голову. А, это был здесь. Быстро-быстро все равно проскакиваем, чтобы не свалился. Здесь должен быть мясник. Тот второй мясник, с которого мы сняли мешок. Откуда-то он здесь выскакивал совершенно неожиданным образом. Мы вот так вот шли, и тут бах, мясник. Второй. И... Почему его нету? Где он сейчас? Все равно ты что-нибудь понимаешь. Тут собаки, факельщик. Все как прежде. Дядька спасен. Все нормально. Мы не потеряли дезориентацию. Вот так вот шли обратно от дядьки спасенного. Зашли за угол и в спину схлопотали удар мясника. Откуда же он появился? Он спрыгивал сверху? Как получается? Ну что ж. Идем сюда и готовимся получить на свою голову прыгающих сверху факельщиков. Да. Так выходит. Помним, что внизу собаки. И вот здесь, да. Еще один полый. Сейчас будет много собак. Хотя, может быть, мясники это не восстанавливающиеся монстры. И просто больше мы их не увидим. Ну вот, опять. Опять не доглядели за стаминой. Будем надеяться, что мясника нету. Что? Его правда нету? Так просто? Ну что ж. Собачка. Они не будут заходить сзади? Хорошо. А, Сирано, ты знаешь, все-таки за твою невнимательность наверное знаешь, что мы с тобой сделаем. Неожиданно мягкий, удобный, но вряд ли обеспечит какую-то защиту. Окровавленный мешок повара-мертвеца, людоеда, скрывающегося в глубинах. Два отверстия для глаз вырезаны небрежно. Вот в наказание за свою оплошность походи-ка ты немножко Сирано с этим небрежным мешком на голове. Ну, кстати, выглядит очень клево. Тебе идет. Может быть, будешь меньше пугать нас своим огромным носом. Ну что ж. Вот это та самая темная яма, в которую нам посоветовали сигануть. Будем надеяться, что это был не розыгрыш. Да, зритель? С Богом все равно стигай. И это был не розыгрыш. Посмотри, зритель. В прошлой серии мы все равно очень хотели прорваться вот сюда, к этой крысе. даже сетовали по поводу того, что не нашли сюда дорогу. И вот кто-то добрый подсказал нам этот путь, все-таки не лишив нас сюрприза, не раскрыв все карты. Очень здорово, спасибо. Получи щит. и... что это за щит. Защит от магии. Молнии хорошие, от огня слабые, физически 100% защита. Щит уникальной формы. Обычно им вооружены жесткие горные бандиты. На щите выглядело изображение огромного черного паука. Защищает от отравления. Ага. Хватает на него всех наших показателей. Отлично. Что ж, возьмем его. Я так чувствую этот щит. Намек, что крыса ядовитая. Ну и посмотрим, какой арсенал мы можем выплеснуть на эту крыцу. Стоит ли швырять в нее отравленные ножи, если она сама ядовитая. Бомб нету. Лук. Последние стрелы. Ну попробуем. К чему это приведет? Как ни жаль, но стрел осталось всего шесть, поэтому наверное не так уж страшно, что мы их потратим. И все равно одна из последних стрел просто рухнула в пустоту. Точнее в карниз. Ну жизни этой крысы по-моему не так уж много. Ну как класс. И еще одну стрелу потеряли. Нос. Да что ты будешь делать все равно? Давай крыса, задери голову. Пожалуйста. Все. Стрел нету. просто по-моему как как комариный укус для нее этот отравленный нож. будем пробовать прыжок сверху, который не раз уже могал. И посмотрим, что она может нам приготовить. ха-ха-ха. Достаточно половины дозы человечность из крысы. но это только подтверждает тезис о том, что генотип крыс и генотип человека, точнее, набор хромосом крыс и набор хромосом человека очень схож. Видимо, японцы из FromSoftware слышали об этом? посмотрим, что здесь есть еще. А вот да, да, здесь мы были. Здравствуйте, крыски. Мы к вам сейчас вернемся обязательно. Так, здесь можно свалиться и совершенно не хочется. А будет ли выбор какой-то? Судя по всему, вот эта дверь выводит из этого места, но как-то я не вижу других вариантов выхода. А нет, вот, вот есть какая-то лазейка. Посмотрим, где мы могли пропустить вход. И на самом деле крайне интересно попробовать спуститься вот сюда вниз, посмотреть, чем это может закончиться. Но, пожалуй, пока не будем. Побежим дальше. в своем модном мешке. Разве что бесполезный теперь лук заменим на что-то другое. Копье. Да, копье. Ага. Ты видишь, зритель, мы вполне могли прийти сюда по этому лабиринту, по которому плутали в прошлый раз, но чего-то мы не решились это сделать. Точнее, мы не догуляли по нему, мы свалились вниз, я помню, чуть ли даже не в этом самом месте. То есть, буквально-то, пару шагов не дошли до гигантской крысы. как теперь выход найти? И что, здесь очередная дыра, спрятанная под водой? Да, совершенно верно. В которую мы, видимо, и падали. А, у нас выбора нет теперь. Смотри, все равно крыса застряла, а мы можем только падать вниз. и да, этих лягушек мы помним. Точно, здесь мы и были. А не здесь ли мы встречали этого самого Кирка? Ну что ж, продолжаем. исследование. Я думаю, что мы, конечно же, не здесь его встречали, потому что, если бы это было здесь, то мы бы сейчас нашли проклятие, что это вот так просто. вот так просто. Замечательно. Мы прокляты, и наше здоровье сокращается вдвое. камень очищение камень очищения помощь целителя из нового лонда. есть ли у нас камень очищения? Давай посмотрим все равно. Вполне может быть, что скопилось что-то такое, и мы просто этого не помним. нету никаких камней очищения. Ну что ж, придется далее двигаться с этим проклятием. Так получается. Все равно как же ты мог? Причем мы ведь не впервые столкнулись с этими мерзкими жабами. И раньше ничего подобного не происходило. Видимо, потому что раньше мы все-таки старались как можно более осторожно обходить их, отпрыгивать, когда они начинают дышать. А сейчас просто слишком осмелели и полезен рожон. что ранило крыса. Опять человечность. Отлично. Еще человечность. Очень здорово. Достаточно выгодно фармить крыс получается. Интересно, а наше кольцо, которое восстанавливает радость? Нет, не радость. скорее наоборот. Наше кольцо, которое восстанавливает здоровье, нам не помогает, не повышает выше, чем дозволено это с этим проклятием. Что ж, вот это место и вход вот в эти узкие катакомбы, кажется, А, нет, это выход, выход к тому большому полю. Здесь будет, точнее, был колдун, сейчас будет просто много крыс. очень-очень нехорошо. Действительно, совершенно неприятно бегать вот с такой уполовиненной жизнью. Это сразу чувствуется. По-моему, в прошлый раз мы не сходили в эту сторону. Давай все равно сбегаем, посмотрим. Неожиданно, очень неожиданно и отравление. Лечись. Лечись, пока это отравление не отравило тебя. Слава богу, много человечности, в крайнем случае, все равно мы можем поедать эту самую человечность. И это очень длинное, судя по всему, отравление. Я так чувствую, что мало нам не покажется этот поход сюда. Мы запомним надолго. Очень-очень неудачно зашли. обломок титанита, но хоть какая-то радость. Хватит ли у нас теперь эстуса и всего остального, чтобы попросту пережить самое отравление? И нужно ли, не проще ли просто оставить здесь свои души и чуть попозже вернуться за ней? Как ты думаешь все равно? Будет ли это самым простым выходом из ситуации? чувствую я, что там дальше все будет гораздо веселее и всего половина жизни. Да, пожалуй, мы просто чуть-чуть вернемся назад, позволим отравлению прикончить сираной и пробежимся еще раз от входа. Благо, что путь не длинный. Давай все равно. Давай. ну и все равно у нас поступил как отважный воин камикады, пожалуй, бежать дальше мы будем под соответствующую музыку. Зритель, не скучай. ДИНАМИ ДИНАМИ Субтитры делал DimaTorzok Ну что ж, попытка номер два, но все равно помни про щит, который скорее всего должен защитить тебя от таких отравлений. Там мы все осмотрели, больше ничего интересного, хотя там была крыса, которая вроде бы оставляла раньше человечность. Ну, вылезай. Щит, несмотря на то, что он указано защищает от 100% магического урона, физического урона, прошу прощения за оговорку, по-моему, все-таки пропускает немножко урона этих крыс. По крайней мере, мне так и показалось. Что ж, вот это запутанное место. И это та самая крыса, которая стоит на этой яме, да, заманивает, упасть туда вниз. Так, вот эта дыра. Что будет, если походить здесь, по округе. И выход к гигантской крысе, которую мы не нашли ранее. Ну что ж. Если мы хотим двигаться в том же направлении, то, я так понимаю, нужно падать в эту дырку и надеяться, что лягушки не наложат на нас еще одно проклятие. С Богом все равно. Прыгай. Да, проклятие наложено, но, видимо, нужно просто еще одно проклятие. Как же, как же все равно раньше мы этого проклятия избегали? У тебя есть какие-то идеи? Почему раньше мы не выпадались так печально? Что у нас было? У нас был щит. Этот? Или? Да, по-моему, мы шли вот с этим щитом. И у нас был вместо копья небесный меч. Асторский меч. Может ли быть дело в нем? Либо это потому, что мы были в облике человека, а, все равно? Ну, давай попробуем потратить человечность, или мы, будучи проклятым, не можем это сделать. Что ж, пробуем. Не видно никакого эффекта. Да, вы не можете обратить опустошение, когда прокляты. Ну, значит, значит, все-таки, скорее всего, дело в том, что в облике нежити гораздо легче схлопотать это самое проклятие, нежели чем в облике человека. Да? Пробуем еще раз зайти туда. И, не знаю, должно же рано или поздно получиться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас Может быть шлем вернуть Ладно, все равно Возвращаем твой балдерский шлем Пробуем в таком виде Вот так вот Не давать им даже шанса Вдохнуть И теперь понятно, что это такое Это проклятые люди Или останки проклятого Сирано Так, там Там снова Дягушка Нет, 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 нет Нет И что-то такое знакомое место Да, я не уверен, что защищает От проклятия именно Меч Но благодаря тому, что он наносит Более быстрые удары Дягушка умирает Гораздо быстрее, чем при тяжелом размахе И подходе с клеймором Соответственно Все-таки это Как-то хоть Ускоряет Процесс Избавления от этого Тумана Которая спускает она И вон еще Жаба Нужно, чтобы Процесс Проклятия Не превысил Середину Или Не дошел до конца Этой шкалы Так получается И Видимо В прошлый раз Мы просто все равно Гораздо более активно действовали Не доводили до этого И в этом был залог Собственно Нашего все равно Прошлого успеха А что сейчас А сейчас мы Мешкали Слишком Много Мешкали Да, я помню Это место Там снова Бегушки Не швырнуть ли в них Нет Уже не швырнуть Они уже Прямо оттуда Начинают Дышать Этой своей Ерундой Быстро 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 Вот так вот Не давать ей Раздупать пузырь И Атаковать Как можно Быстрее А там будет Еще одна Лягушка Внизу По-моему Ну где-то Уже здесь Рядом Мы Встречали Темного Рыцаря Кирка Или нет Не здесь Ну судя по Фигуре Проклятого Впереди Сейчас Будут Еще Лягушки Готовься Все равно Крыса Еще Немножко Человечности Да По-моему Где-то Здесь Мы его И встречали Хотя В этих Коридорах Все Такое Похожее Это Это Маленькие Ага А вот тут Рядом И Большой Отравил Отравил Лечимся У страха Глаза Велики Вот стоило Несколько раз Попасться На это Проклятие Уменьшилась Половина Жизни И Такое Ощущение Что Все Кругом Стало Совершенно Непроходимым Если я правильно Понимаю Что Если бы мы От той большой Крысы Спускались Мы бы что Вот где-то Здесь бы И вышли Да То есть Мы могли Срезать дорогу Не плутать По этим страшным Коридорам А сразу Выходить сюда Все равно В следующий раз Не бойся Экспериментирующий Пути Слизняк Ага Ты где На потолке Сидел там Да Хотел Снова На нас Запрыгнуть Еще разок Еще разок Так Ну что ж Немножко Передохнуть Осмотреться На потолке Есть Эти гадости Есть Есть Они будут На нас Прыгать По центру Лучше Не ходить Идем По краешку Здесь Крыса Но это не так страшно Наверняка Будет Заманивать Нет Агрессивная Попалась Ждем Ждем Пока Спадет Отравление Что 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 Он Хочет Сделать Пугает Или Он Может Какую-то Угрозу Какой-то Вред Причинить С земли В любом случае Даже если он безвредный Совершенно на земле То имеет смысл Просто для того Чтобы подлечиться От Выпивания Его душ Так Ну и Что Там Еще одна Крыса Была Или уже Просто Не обращать На нее Внимание Проход Дыра В решетке Идем Идем туда Ну Была ведь Была ведь Крыса Вот она Заманивает Точно Заманивает А вот так вот Она Заманивает Мы Выманиваем Получится ли Здесь пройти Да Получается И Что Здравствуйте Дядя Очень Красивый Шлем У тебя Ты кто Здравствуй Дамнил У тебя Есть Чего Немного Что Снимает Проклятие Прямой Меч Кристалла Четыре Души Чуть Иду за меч Очень Очень Хороший Урон Полностью Кристаллизированный Прямой меч Каким образом Был создан Такое оружие Неизвестно Кристаллизация Повышает Наносимый Урон Но делает Клинок Хрупким Таким мечом Невозможно Пользоваться Долго Так как Его Нельзя Починить Понятно И Кристальный Щит Нет 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 Не Торопимся Смотрим Очень Хорошая Защита От огня И от Молнии Полностью Кристаллизированный Прямой Щит Каким Образом Было Сознан Такое Оружие Неизвестно Кристаллизация Повышает Защиту От Урона Но делает Щит Хрупким Таким Щитом Невозможно Пользоваться Долго Так как Его Нельзя Починить И Чуть Чуть Не Хватает Душ На Большой Меч Кристалла Это Зря Потому что Урон У него Просто Замечательный Хочется Хочется Такой Меч Но Прочность Смотри Зритель 60 60 Это Меч На Один Бой Стрелы 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 Это Хорошо Очень Интересный Доспех Но Стоит Совершенно Безумных Туш Чуть Не Сказал Денег Золотая Смола Да Что же Будем делать Будем ли мы Сейчас Пытаться Быстренько Подфармить Души На этот Меч Кристалла Я Думаю Будем Почему Потому Что Ну Как Сказать Зритель Мы Находимся В такой Ситуации Когда Потерять Все Души Ничего Не Стоит В Любой Момент Это Может Произойти А тут Все Таки Что-то Весомое Ну и Плюс Страсть Все равно Коллекционирование Всего Это Нужно Выйти Кого-то Найти Слизняки же были Здесь Да Ты Осторожно Со Слизняками Все Но Если Помнишь Прошлый Слизняк У тебя Сбил Больше Половины Жизни Когда Прыгнул Тебе На голову Сверху С потолка А Все Таки Тогда Еще У тебя Не было Проклятия У тебя Было Больше Жизни Два Раза Поэтому Не Спеши Так И Что Ага Мы Снова Вышли К Этому Месту Но Сейчас Здесь Мы Уже Гораздо Ниже Находимся Посмотрим Куда Это Может Привезти Это Чувствую Что В этом Месте Обязательно Будет Босс Ведь Не могла Быть Боссом Та Гигантская Крыса Она Для Босса Слабовато Совершенно Но Ити На Босса С Половиной Жизни Это Совершенно Не Интересно Хотя Куда Одеваться Пойдем Но Хотя Может Пойдем С Этим Кристальным Мечом А Почему Нет Главно Найти Хотя бы Одну Крыску Я не знаю Лягушечку Чтобы было С кого Эти души Получить Что Мы Спускаемся Еще Ниже Еще Чуть Чуть И Не будет Дороги Назад Никаких Тебе Больше Крысок Никаких Тебе Больше Лягушечек Да Так Получается Шутка Совершенно Такое Большое Тяжелый Арбалет И Болты Для Неплохо Но На таком Огромном Пространстве Что За Босс Будет Либо Совершенно Огромный Увезимость Молния Спасибо Ага И Вот он Выход К боссу Так Бежим Бежим Назад Увезимость Молния Значит Нам Однозначно Пригодится Золотая Смола Который Можно Прикупить У торговца Да И Бог С ним С Кристальным Ничего Или Нет Золотая Смола У нас Немножко Есть Увышая Сюда Приходили Да И Там Вот Есть Проход Я так Чувствую Сейчас На нас Просто Повалятся Селезняки Нет Костер Впереди Где Подожди Подожди Все равно Костер Это Там Костра Не было У кого Этого Торговца Значит Костер Здесь Да Надеюсь Это был Не чей-то Черный Юмор По Поводу Костра И Посмотри Сера Но Мы Открыли Эту Дверь Отлично Мы Можем Вернуться К Костру Оживить Всю Гадость Вокруг Насобирать Чуть-чуточку Душ Потом Прямиком К торговцу Прикупить Меч Прикупить Смолы И Ринуться В бой Так получается Новый уровень Нет Все равно Сейчас Тебе Пока Что Нового Уровня Не видать Тебе Видать Схватку С боссом Давай Дядя Подходи Ты Нам Поможешь Стрел Прикупить Потом Давай Что ж Теперь Немножко Крыс И Можем Возвращаться К Странному Торговцу Ну Еще Вот здесь Вот Да В ящичке Последняя Крыска Достаточно Забираем Ее Душу И Человечность Еще Отличное Отличное Место Для Фарма Человечности Нужно Голова Нужно Камень Снимающий Проклятие А без Головы Как-нибудь Обойдемся Да Вот Он Что ж Теперь Еще Парочка Крыс Снова Это Гадость Смотри Ты пойдешь Нападать Крыса Давай Да Не бойся Так Ну Что ж Здравствуй Торговец Мы Пришли Смола Тысяча Душ Нет Нет Слишком Дорого Извини Торговец И Просто Стрел На Все Стрел Да Что здесь Можно как-то Открыть Заперто Я так подозреваю Не откроется До тех пор Пока Пока что Пока не разберемся С боссом Вдруг Пригодятся Эти 77 Стрел Для Битвы С этим Самым Боссом Ну что же Зрители Как Говорилось Ранее Первая Попытка Для Того Чтобы Увидеть Босса И И Испугаться Вторая Попытка Для Того Чтобы Подметить Как он Себя Ведет Как он Действует И Следующая Попытка Для Того Чтобы Пробовать Наработать Тактику Глядишь С четвертой Попытки Будет Победа Пошли Все Рано Мы Не будем Даже Тратить Золотую Смолу Сразу Зачем Если Если Босс Сложный Мы С первого Раза Все равно Его Не пройдем Если Босс Простой То Смола Не потребуется Да Все равно Ты Все Еще Веришь В Простых Боссов В Дарксоус Нет Я не Верю Правильно И Зритель Я думаю Тоже Не верит Ну что Ж Зритель В завершении Этой Серии Ужасный Босс Скрывающийся За Этой Пеленой Будет Очень Забавным Зайдем А там Никакого Босса И Нет Да Сера Конечно Есть Вы Знаете Что Крокодилы Ходят Лежа Мать Честная Он Попает Геймпад Дрожит И Сера Но Дрожит Вместе С Геймпадом Убегаем Убегаем Хотя бы Вот эту штучку Смотрите Это Разверстый Дракон Беги дальше Все равно Куда-нибудь Я не знаю Бежим Просто Осматриваемся Не пытаемся Сражаться Просто Парень Какой-то Сражается Уже Я вижу А мы Просто Бежим И Смотрим Почему Это Может Вести Тут Нет Нет Так Вот Он Делает Хлобысь И Что Дальше Ага Он Подбежал Туда Где Мы Были Так 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 Бежим Дальше Бежим 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 Все равно Пока Есть Стамина Бежим Смотрим Что Он Будет Делать И Так Вот Опять Хлобысь И Заприметил Нас Бежим 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 В обратную сторону Что Что Он Будет Дальше Пошел Туда 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 Где Видел Нас Или Уже Сюда Просто Все равно Бегаем Наблюдаем Бегаем Наблюдаем Спрятались Не Видит Нет Он Видел Пошли 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 Бегом 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 Что Он Творит За Хвост В Этой Игре Боссы Убиваются Сзади Ни 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 В голову Ни В коем Случай Так Да Он Ломанулся Туда И Там Что То Делает И Хвост Хвост Наверняка Можно Рубить Хвост Вот Он Запрокидывает Голову Что Бежим Куда То Что 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 Он Загородил Обзор Но Не попал Он Взлетает Бежим Куркаемся Прыгаем Я не знаю Как-то Перемещаемся Пытаемся Понять Как Лучше Заходить К нему За спину Насколько Близко К нему Небезопасно Подходить Чтобы Просто Понять Как С этим Ужасом Просто Себя Вести Не Бороться Даже Вот Он Хвост Хвост Поставил Можно Его Ударить Страшно Стоять Под этим Хвостом Бежим Обратно Вот Так Вот Ага Хлоп Вот Так Ага Хлоп Так Как бы Подобраться Попытаться Хвост Надо Рубить Хвосты Да Побежали Обратно По-моему Мы Двигаемся Просто Слишком Большими Кругами Все равно И поэтому Поэтому Мы просто Не можем Добраться К его Хвосту А вот Здесь Поближе К заднице Так Отбегаем 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 Смотри Ты подбежал Ты ударил Он Он Медленный Ну Будем Надеяться Что Он Не станет Шустрее Что Что Он Куда Да Отбегая Бегая Бегая То прихлопнет Этим Хвостом Сейчас Да Он Прям Бьет Отлично Так В какую Сторону Побежим Теперь Туда Да Все равно Дальний Угол Все Поворачивай Поворачивай Наверное Уже Взял Направление Нет Нет Все равно Беги Беги Что Есть Мочи Убегай Фух Это Было Близко Это Было Очень Близко Беги Сюда Отманивай И Смотрите Что Где он Делать Так Сюда На разворот Его Заводим Чтобы Победить Этого Босса Не Не надо Быть Силачом Или Мечником А надо Быть Просто Хорошим Бегуном Так Вот он Начинает Размах Хвостом И сейчас Он будет Разворачиваться В нашу Сторону Так Оттаскиваем Сюда Чтобы Он Сюда И побежал Да Он Позбивал Колонны Это Очень Плохо Мы Слишком Долго Встраиваем Эту Беготню Соответственно Он Разбивает Потихоньку Все наши укрытия Все равно Что он там Копошится И не достаем До хвоста Уходим Уходим Все Хватит Попытка Не удалась Так Он Заприметил Бежим сюда Что Он сюда Среагирует Нет А мы туда Хвостом 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 Напоминает На самом деле Этот Развертый Дракон Пустынную Ящерицу Такое Уша Стой Знаете Когда Издалека На нее Смотришь Так Секира Хвост Отрублен Теперь Будем Бить Обрубок Что Он Наверное Рассердился Да Рассердился Сильнее Обычного Что Беги 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 Прыгай Стамину И побежали Срезаем Срезаем Круги Он На большой Круг Не Разворачивается Да Уж Конечно Он Не Разворачивается Он Очень Даже Может Ему Раньше Мешал Хвост Разворачиваться А Сейчас Ему По-моему Уже Ничего Не Мешает Только Помогает Отсутствие Хвоста И Он Как Шустро Убегать Начинает Держимся Сзади Сзади Все Боссы Убиваются Исключительно Сзади После Такого Удара Стамины Нету Куда Куда Он Повернется Теперь Он Полетит А мы Побежим Так Где его Морда Лица Вот Она И Это Плохо Давай Сюда Сюда А мы Туда Так К хвосту К хвосту Чем Ближе К попе Тем Безопаснее Ага И он Пытается Махать Этим Своим Хвостом Но Что ж Ты будешь Делать Как Шустро В полете Разворачивается Все равно Очень долго Можно Таким образом Бегать И Вот Не убежали Один Удар И Привет Ну что ж Заход Заход На босса Не Самый Плохой Пожалуй С первого Раза Мы Впервые Так Долго Продержались На боссе Да Все равно Но Если Не сравнивать С горгулями Которые В общем И напугать Не успели Посмотрим Что там Выпало Большая Секира Короля Драконов Да Да Силы Не хватает А с двух рук Все равно Не хватает И Некрасивая Вдобавок Ну Какие у нее Характеристики 380 50 Силы Требует Это Чудовищное Оружие Надо сказать Убираем А не Попробуйте Нам Большой Меч Кристаллов Что Это Есть Большой Меч А Не С Таким Ли Оружием Бегал По-моему Он Коротковат Большой Меч Кристаллов Ты С одной Руки Можем Да Использовать Коротковат Атака Медленная Зачем Ты Пьешь Ну Ладно Мы Здесь Можем Остановить Эстус Что Будет Лучше Большой Меч Кристаллов Или Все Таким Наш Клеймор Сравним Да Большой Меч Кристаллов Особенно Двух Рук Бьет Гораздо Сильнее И Надо Сказать Что Надо Сказать Что Пожалуй Щит В противостоянии С этим Боссом Не нужен Совсем Броня Не нужна Совсем Потому Что Зачем Броня Если Главное Быстро Бегать И Что У нас Есть Прочный Кожный Доспех Это Тот Самый Который Мы Подобрали Сейчас Да А это Доспех Вора Вот так И вот Таким Вот Образом С этим Мечом Мы Пойдем Боевать С этим Разверстым Драконом Который На самом Деле Достаточно Несложный Просто Не делать Ошибок И не Попадаться Под его Удар И Постараться Всегда Видеть Куда Он Направляется Чтобы Не давать Ему Возможность Так Вот Резко Повернуть И Накрыть Своей Головой Но Это все Будет Происходить Уже В следующей Серии Все равно В этой Серии Ты был Не так Уж Плох Разве Что Ты Заработал Проклятие Что Попрощайся Со Зрителем Воин В мешке До Скорых Встреч И Спасибо Что Заглянула На Наш Канал Подписывайся Ставь Лайк Пока